Друзья мои, мы с вами в Винко. Давно мы не были по субботам здесь, как говорили. А, не воскресенье вообще? В воскресенье мы здесь. Вот. Сейчас с вами будем делать наши покупки, межнедельные. Так, клубничка у нас подала для нас суббота. Две штучки мы взяли. Еще вот эти вот сухари мы любим. Ну, я всегда держу в запасе, иногда хлеб закончился и хорошо суп бросить. Поэтому берем. Аплесины есть, бананы ты не будешь брать? Нет, бананы нет. Яблоки у нас по разной цене. За пакет, видишь, за яич написано. За пакет? Ну, да. Примерно 4 доллара цена, а он еще и подешевле, 2,98. Я просто не помню, я покупал раньше, они прям вкусные были. Ну, я не знаю, это тебе лучше видно. Так, что нам тут надо? Нам делепушка надо? Чеснок, ой, чеснок это там. Капуста у меня есть. У меня огурчики надо. Это огурчики 2,98 за упаковочку берем. Мандарины. Мандарины Витя хочет больше. Для хороших, которые мы всегда брали или нет? Сой, золотой. Дыньки уже продаются 88 центов за оба, но я думаю, что они еще не вкусные. Так вот сейчас возьму свежие. Морковочка 2,98, мне надо еще сладкий перчик взять. Сейчас возьму. Так, картошку мы взяли, по метрочке я купила по 1,98 за упаковочку. Истер уже, видите, 50 процентов. Все уже распродают Истер. И Истер это у нас Пасха. О, я увидела блюбери. О, Истер Николаевич арбуз купил в апреле. Модель Мехико. Да, я думаю, что в мусор попадет в Модель Мехико. Да, само внушение работает. Видите, как у них пицца по-простому на багете, прям на хлебе. Вот тут лучше видно, прям багет. Духовочку и все. Это, кстати, макаронный салат. Мак и чиз. Ак-катап. Кстати, только макаронный, да, у них обычно сейчас картошки бывают. Тут, конечно, разнообразие китайского отдела. Вон даже с панды можно взять. Вот эти реки соусы с панды, кстати. Прямо, которые в панды возьму, я его люблю. Сладкий соус, оранж. А, ну только, которая, вот курочка у них такая, в оранж соусе. Я сюда, знаете, зачем ребят пришла? Я вообще пришла за джинджер. Но я его не вижу почему-то. Сейчас поищем. Ребята, я на оливки присела у них. Что-то я даже не вижу таких. А, вот они. На вот эти. Вкусные. И вообще сел. Нет. Сейчас еще может какие-нибудь возьму попробовать. Видите, очень вкусные. Что это? А та витки я съела. Так, традиционно пришла. Максимки закончились. Рулетик, который ему в школу поднял. Пару долларов он стоит. Доктор Николаевич на нас за пивом пошел. Чера этот человек редиска. Пошел себе за пивом. Что ты купил? Пиво. Безалкогольное. Пришел ты, когда говорит, какие-то могу сделать. И теперь я думаю, что этот ящик пива на мусорку пойдет. Нет. А ты его будешь пить? Да. Безалкогольное. Да. Не верьте ему, ребята. Пришел редискин покупать тебе. А, в Аглии Чубани подешевел. Да. Бери. Вернулся на цены. Не буду его брать. Актива 58 центов. Ну, конечно. А Чубани 90. Если бы я хотела Чубани, я бы его взяла за доллар, папа. Нет, я возьму Актива. Актива тоже хорошая. Ради бога. Мне все равно. Я их не пью. Актив подорожал наоборот. Да. Кстати, по 2,5 доллара здесь был. Нашли какой-то лимонад. New Man's. Посмотрим, 100% написано. Да? По-моему, да. Вирджиния. Да. Вирджиния. Вирджиния. Посмотрим, что там Вирджиния нам. Придумала. Да. Ну, да. Мы просто другие соки не смотрели. Смотри, тут какой-то... Дональд Дак. Дональд Дак есть даже. Дональд Дак. Ну, да. Похоже. Ну, и да только этот. Апельсин. Давай возьмем еще пачку апельсинового. Ну, если тот будет невкусный, я апельсиновый выпью. А, тут, смотрите. Синяя. А, тут кальций и витамин Д. Давай возьмем, пожалуйста. С кальцем и витамином Д. Давай, ведь самообманом попользуемся. Почему-нибудь так будет? Ну, я шучу. Сок стоит 3 доллара один и 3 доллара второй. Нету КМО. Все, он полностью натуральный. Так, вот салфетки как с флоркой лимонной. И полотенца. Что они стоят-то? А, 278. Полотенца здесь, а не вот в этом отделе было. Предыдущие. По этой бумаге нам надо и полотенца. Полотенца. Ну, такие я брала в прошлый раз, да. Ну, это они 7 долларов, да, по-моему. Я не знаю. И это эти акцина, да? Да, наверное. Так, ребят. Как говорит Витенька, у нас день сурка. Каждые выходные. В общем, сегодня мы 200 долларов, а на самом деле 180, просто 20 долларов мы сняли на стирку. Витенька, вот люди задают вопрос, что у американцев нет денег купить себе стиральную машину? Почему они в ландре стирают? Есть. Ну, потому что они живут не в своих домах, а в апартнере так. Да. А в апартнере так не во всех есть просто ландре. Не ландре? А, ну да, ландре не во всех есть. Да, не во всех есть. Вот и все. Да, совершенно верно, ребят. У американцев нет своих домов. Они живут на съемном белье в ренте. В ренте, да. Это очень норма. Большая норма. И я хочу сказать, что, допустим, мы можем себе позволить завтра пойти вот прямо сейчас без кредитов купить там себе машину стиральную, сушилку, но по договору мы не имеем права ее устанавливать. Вот и все.